Здравствуйте, уважаемые зрители! Студия Пснахабар продолжает свою работу. Мне сегодня очень приятно видеть гостей этой студии. Хатуна Акакьевна Шатыпа, Наталья Викторовна Смыр. Добро пожаловать! Сегодня мы начнем цикл, я уверен, цикл передач, бесед, диалогов о нашей экономике. И прежде чем передать вам слово, я бы хотел начать вот с такой мысли. Буквально вчера у меня была беседа, и вот в ходе беседы мы вышли к такой мысли, что за 30 лет Абхазия дошла до такой точки X, где вот сейчас перед нами скопились все проблемы, которые были. Энергетика, экономика, недвижимость, много-много разных вопросов, бюджет, финансирование. Все это скопилось. И мне кажется, что нам, обществу, всему обществу, без разделения на власть, оппозицию, общественные организации, экспертов и так далее, нам нужно сейчас дать ответ на этот вызов. Готовы ли Абхазия отдать экономический ответ или ответ на экономический вызов? Вот с этого я бы хотел начать. И, Хатун Акакевна, как вы думаете, какая у нас ситуация, и можем ли мы сейчас реагировать? Есть ли потенциал? Действительно, соглашусь, что все это время все проблемы решались точечно. Мы на научном языке это называем инерционный сценарий реализовывали. И поэтому вышли вот на эту серьезную точку, где сейчас лавинообразно к нам подошли, и еще будут идти эти проблемы. Ну, знаете, без выходных положений, тем более мы, экономисты, так говорить не можем, потому что при всех ограниченных возможностях мы всегда должны находить выход наиболее эффективный, наиболее оптимальный. Я добавлю буквально, вот абсолютно Хатун Акакевна очень четко заметила, мы находимся в стадии какой-то инерции, и эта инерция почему-то длится, она просто уже имеет такой очень затяжной характер. Но вот я по небольшому своему опыту работы в парламенте, вы знаете, вот даже вот те законы, которые мы принимали, они не носили, я бы сказала, вот может быть немножко неправильное будет слово, но радикального такого характера. То есть мы должны применять уже меры и принимать какие-то такие методы воздействия на развитие своей страны, вот более интенсивными темпами мы должны. Мы не должны, вот понимаете, все время, что с нами случилось. Вот я как-то говорила в одном из интервью, по-моему, вот эта вот финансовая помощь, идущая от России, она для нас, абхазцев, для нашего абхазского народа и в целом для республики, оказалась вот таким паразитирующим моментом. Мы паразитируем на деньгах, которые приходят извне. При этом мы перестали сами озадачиваться темы возможности заработать больше, получить какой-то экономический эффект, произвести или там какой-то экономический бум. То есть вот эти все моменты. И поэтому мы, конечно, находимся в состоянии такого, знаете, вот анабиоза какой-то. Вот мы находимся в спячке, идем и продолжаем дальше идти. При этом мы даже не хотим проснуться от этого, понимаете? И вот все такие декларативные моменты, когда говорим, вот у нас доходы там превысили, вот у нас получилось. Нет, это не потому, что они получились такими. Просто это в некотором сравнении. Знаете, у меня в советское время, помните, у нас был такой момент, когда мы все сравнивали с развитием 913 года. Развитие, да. Вот развитие Советского Союза, все было по аналогии с 1913 годом. Но, друзья, может быть, хватит, прекратим это сравнивать с какими-то вот такими небольшими темпами. Они вообще незаметны. Ну, посмотрите, мы что, стали жить лучше? Нет. У нас произошел какой-то экономический взрыв, бум? Нет. Поэтому вот какие-то такие вещи, я не знаю, они должны носить более радикального характера. У нас все для этого есть, вот, Хатун Акакевна. Нет, это все правильно, просто как чуть-чуть дополнение. Да, да, конечно. Законы, которые вы говорите, нормативно-правовые акты, это механизмы, это инструменты. Инструменты. А самого главного, чего нет и с чем мы пришли, вот по этой инерционной сцене, по инерционному, это программного продукта. Вот если мы, и это вот сейчас самое актуальное, и она и всегда была, и 20 лет назад была актуальной темой. Имея программный продукт, что мы хотим, когда, на каком периоде должны быть, какие целевые параметры, и только для реализации этих параметров закладывать законы, нормативы, вот, к сожалению, не совсем по этой схеме мы шли. Ну, это уже... Вот, Хатун Акакевна, прошу прощения, вот я просто, опять же, из истории нашей, нашей действительности, помните, программный продукт, программа развития нашей страны была разработана, вот, в частности, нашими учеными, нашими экономистами. Потом был еще один продукт, помните, он такой очень, так освещен, ну, в прессе, на телевидении, это программа развития 25 шагов, да, то есть, ну, вот, я считаю, что, ну, можно же было некий симбиоз сделать, да, допустим, наших ученых, которые, программу, которую разработали в Москве консалтинговые эти фирмы, но можно было что-то придумать, и совершенно вы правы, программный подход к развитию страны, он должен, а что он предусматривает поэтапно? На первом этапе мы делаем вот это, на втором этапе делаем это, и стараться, правда, ну, это называют, в советское время это было планирование, да, не надо нам стесняться, весь мир планирует, любая семья планирует, бюджет планирует, и закон в Абхазии есть с 2000 года, 22 года назад был принят этот закон, и по этому закону 4 уровня планирования, вначале концепция, потом расписывается стратегия, далее программа, и потом индикативные, а у нас разрывы получились и во времени, и никак они не связаны, концепцию выработали в пятом году, в пятнадцатом стратегию, программу только сейчас мы слышим, а все это время индикативным планом, на основе чего, кстати, формировался и формируется бюджет. А программа вот социально-экономического развития, мы сейчас слышим, утверждена президентом в декабре прошлого года, она, наверное, появится скоро в доступе, до 2025 года, такая программа, такая информация во всяком случае. У меня, знаете, прошу прощения, такое складывается впечатление, что те проекты, те программы, о которых вы говорили, они обрываются об какой-то, скажем, политический барьер, вот, то есть, когда ты обращаешься к экспертам, да, к экономистам, там, и так далее, ты обратился, и, наверное, когда есть продукт, который они выдают, нужно его реализовывать, да, но у нас часто путают, как мне видится, вот, политические какие-то мотивы с строительством государства, это, как, знаете, есть такое выражение, что политик думает о следующих выборах, да, совершенно. государственные деятели о следующих поколениях. Мне кажется, сейчас, вот, как раз то время, когда, ну, у нас нет вариантов быть политиками, нам нужно быть, вот, ну, как бы, страна, да, должна думать о следующих поколениях. Вот, вот, такая мысль возникает, когда даешь такую оценку вот этим проектам, которые были представлены, я помню, и «25 шагов», и тот проект, о котором вы сказали. И, ну, тогда уж мы от общей темы, наверное, перейдем к частностям, да, и... Перейдем, наверное, к бюджету, ваша любимая, любимая, да, любимая тема. На протяжении пяти лет была, но сейчас не очень. Тем более вы в парламенте, и Хатун Акагиевна тоже очень активно, и в СМИ публикует, и мы видим ваши комментарии. И мне хотелось... И не совсем мои, это нашего коллектива маленького, научного. Ну, я, как бы, в этом смысле не разделяю, вот, и я бы хотел, чтобы наши зрители тоже узнали, что есть, к чему нам готовиться, и какую оценку вы даете ситуации. Ну, наверное, я начну, да? Да. Да, ну, вот я, например, честно говоря, смотрев заседание, сессия, где принималось исполнение бюджета 21-го года, кроме улыбки, вот, некой такой у вас сарказм, у меня ничего не вызвало, честно скажу. Ну, если быть откровенной, да. Да. Но я сейчас бы не об этом хотела сказать, я хотела бы сказать о том, что, вы знаете, вот, ну, что бюджет, вот, мы всегда уже, вот, ну, по опыту моей работы, в последнее время, особенно последние 2-3 года, я всегда старалась обращаться к научным экспертам, к научным организациям, и даже попыталась обратиться и в прокуратуру на предмет того, чтобы каждый из органов, а в частности, очень интересно, я даже один раз обратилась к БАГУ, Абхазский госуниверситет, как председатель, это есть, у меня есть право такое, чтобы они дали свое видение на, ну, на тот момент бюджета, ну, того текущего года, который, вот, ну, обсуждался. И, вы знаете, мне это очень помогало в работе, а в частности, в чем? То есть, это какую-то оценку или какое-то формирование какого-то взгляда у меня уже слагалось от того, что, ну, это не только мое субъективное уже было мнение, а мнение научного экспертного сообщества, каких-то ведущих экономистов, и мне это давало возможность вот выступать, это, может быть, я всегда выступала эмоционально, это, как бы, может быть, моя черта такая, чисто личная, да, характер, но при этом всегда она опиралась на чье-то заключение, и я считаю, в этом есть определенный плюс, по крайней мере, с точки зрения объективности взгляда на тот или иной бюджет того или иного года. И еще один момент. Вот, сейчас обращусь, я прошу прощения, по процедурному вопросу пройдусь, вот парламент там седьмого созыва, у меня конкретно возникают такие вопросы, я сейчас их озвучу. В частности, я хочу обратиться к спикеру парламента Ашу Балашину-Кзаровичу и просто спросить, а где в регламенте парламента написано, что принятие бюджета в первом, втором и третьем окончателе это возможно. Тогда я вот, у меня просто конституция, я ее взяла с собой, так, например, статья 98, вот статья 98 регламента парламента Республики Абхазии, рассмотрение закона и принятие законов, порядок и сроки рассмотрения законопроектов. Я просто хочу напомнить, когда мы работали, я единственный раз, может быть, там, или, ну, могу ошибаться, может быть, несколько раз предлагала принять законопроект сразу в первом, втором, третьем чтении, это делается, когда вообще нет никаких вопросов по данному законопроекту, и он не носит такого, знаете, концептуального характера. То, да, я обращалась, такое может быть, но с точки зрения принятия бюджета в первом, втором и третьем окончательно, более того, тогда, когда там присутствует председатель контрольной палаты, который делал заключение, и в этих заключениях и выводах порядка 50 пунктов, и это, знаете, как в той песне, «Все хорошо, прекрасная маркиза», у нас, как в государстве, все хорошо. Я просто сидела и улыбалась, и смеялась. Либо надо, вот там опять же, я сейчас опять по процедуре, всего три человека озадачились вопросами, вот, ну, при том, что я видела, это Дмитрий Маршани, это Канн Кварча и Резу Платонович Зонталь. Вот эти люди задали вопросы, на которые я не услышала ответа министра финансов, вообще, скажу даже больше, он мой друг хороший, мы очень хорошо общаемся, но министр финансов просто лукавил, лукавил, если не сказать другим словом, но я скажу так, выражусь, он лукавил. А в чем было лукавство? Я хочу сказать, я Славу Георгиевичу, я могу обратиться, сказать, какая информация ему поступает. Я вот, Хатунам Акакимовна не даст соврать, что такое профицит? Это сальдо между доходом и расходом плюс, должен быть плюс, вот что такое профицит. А теперь я просто обращусь к цифрам, если позволите. Да, мы... Да, вот просто вот я для себя опять же сделала небольшой такой этот. Вот в частности параметры госбюджета, да, план был 10 миллиардов 900, факт пришел 11571 миллиардов, в плюсе мы 667. По расходам 12187, по факту 11279, минус 900 миллионов. Это параметры госбюджета. Теперь параметры республиканского бюджета, я сразу по цифрам скажу, в плюсе 524, в минусе 837. То есть, что мы сделали, что сделало правительство, что сделала исполнительная власть? Неужели ни у кого есть больше депутатов, сидящих там, не было вопросов? Но у них же на столе лежало заключение контрольной палаты. Либо они его не читали, либо они прочитали, но, простите, не поняли. У меня только такие возникают мысли в голове, но так не бывает. И не потому, что все плохо или хорошо, а также я хочу сказать. Вот, между прочим, контрольная палата вбила такой термин, как искусственный профицит. А что такое искусственный профицит? Вы знаете, вы помните, бюджет 2021 года был не сразу принят? И 2022 тоже был принят уже в марте месяце. А мы за что-то... Нет, 21-го был в марте. 21-го, да, в марте, да. Совершенно было, спасибо. О чем шла речь? О том, что мы тогда, лично я заявляла о том, что доходы искусственно занижены. То есть экономический эффект сегодняшнего дня показывает, что у нас хорошие доходы. А реально-то не отобразили все доходы. Мы же тогда об этом говорили. Говорили? Говорили. И это говорила не я, и это дало заключение контрольной палаты. Также это заключение было и по 22-му году, где контрольная палата написала, что искусственно занижаются доходы. Ну, то есть для... Простого человека. Для понимания, да. То есть как бы... Умышленно занижают доходы, чтобы когда получался эффект, он был больше. Ну, я могу пробежать 100-метровку за 15 секунд, да? А вы пробегаете за 18. Ну, я скажу, что моя задача пробежать ее за 20 секунд. Потом пробегаю за 18, говорю, какой я быстрый. Вот, какой вы молодец. Да, абсолютно. Вот то же самое. И вот поэтому в этом есть лукавство. В этом есть... Там еще вопросы были, где, откровенно говоря, вообще нарушаются все сроки, как и представление бюджетов. Ну, почему у депутатов не возникло никаких вопросов? Меня это возмущает, правда. Я не говорю, что его не надо было принимать. В любом случае все бюджеты всегда принимались. Ну, это... Мы же это знаем на практике. Но хотя бы просто для людей, для понимания того, что у нас происходит, можно было бы задать вопрос. 120 миллионов. Это правда преступная. Это министр финансов позволяет себе розчерком собственной подписи решить, куда ему направлять деньги. А в конце 21-го года должны были быть внесены изменения в бюджет? Конечно, должны. Это закон так гласит. Это не я придумал. Поэтому я хотела бы, чтобы Влашан Укзарович должен был, хотя бы, если у него-то опыт работы в шестом созыве, он должен был обратить на это внимание. Он просто должен был сказать, почему не внесены изменения под тем или иным параметром в бюджет. Ну, вот это частности, но я хочу сказать, речь-то идет о более таком глобальном. Ну, зачем обманывать? Ну, зачем? Зачем так интерпретировать? А цифры, когда мы говорим о цифрах, ведь люди не все понимают. Там же... Я еще не говорю... Это я еще не глубоко, это я просто поверхностно сказала. А если бы по части каждого говорить, то там куча нареканий. Ну, как-то вот это очень... Я считаю, некрасиво. И когда президенту дают такую информацию о том, что вот в этой части исполнено, кто это у нас профицит, я считаю, это очень некомпетентно. И меня даже вызывают, прошу прощения, я сейчас скажу Крамову опять, вообще уровень профессионализма как самого комитета, так и председателя комитета. Такие вещи надо озвучивать. Хотя бы не свои. Пусть... То, что сделала заключение контрольная палата. Вот хотя бы. Озвучить. Ошибки, чтобы работа над ошибками всегда у нас ввелась. И это не говорит, что его не надо принимать. Примем. А то, ну, как... Да. Сразу вид на депутата. Да, ну, это я... Окунулась ретроспектива. Нет, у вас, конечно, процедурно. Ваши замечания, это ваша область. Я туда не буду влезать. Мы... Я хотела бы на что акцентировать внимание, что государственный бюджет — это главный финансовый документ страны. Там у этого документа... Он почему такой сильной значимости? Потому что разрабатывается исполнительной властью, утверждается парламент. То есть это, так скажем, единственный такого рода документ, за который несут ответственность и исполнительная власть, и законодательная власть. Вот этот статус, вот почему он имеет такой важный, главный документ финансовый? Потому что если на уровне семьи, у каждого из нас разные приоритеты. Кто-то в этом году на поступление ребенка, кто-то на приобретение машины и так далее. Точно так же мы смотрим и исследуем бюджет со стороны и ставим такой вопрос. Какие здесь приоритеты? Что показывает этот бюджет? И отвечая, вот как бы, если вы мне продолжите, разрешите, 2022, вот этот год, в котором мы сидим, уже восьмой месяц мы здесь с вами, 3 миллиарда 700 миллионов только собственные доходы нашего бюджета, республиканского. И уровень дотационности, о котором вы говорили, финансовая помощь, 60%. Так вот, на что направляется? Давайте вот, что показывает наша анализ. Основные статисты. Да, вот. 4 миллиарда 300 миллионов вот в этом году нам обойдется содержание исполнительной власти. Это на 500 миллионов больше, чем собственные доходы. А кто такая исполнительная власть? Это я надеюсь, все знают. Так, некоторые предыдущие. Давайте перечислим. Администрация президента, кабинет министра, включая туда, конечно, МВД, СКБ, Министерство обороны, ведомство и так далее. Итак, вот это 4 миллиарда 300 миллионов. Теперь, если мы посмотрим последние 10 лет, тоже же вот интересно, не то что интересно, это важно, чтобы проанализировать. На содержание вот этой исполнительной власти у нас за 10 последних лет ушло 20 миллиардов рублей. Теперь мы же анализируем другие параметры, социальные, экономические, они никак не коррелируются. 20 миллиардов мы на содержание потратили, ВВП увеличилось на 15 миллиардов. Собственные доходы бюджета увеличились на 3 миллиарда только. За эти 20 лет, да? Да, за 10. Мы сейчас говорим за 10. Средняя заработная плата увеличилась на 10 тысяч рублей, это с учетом инфляции, там нет роста вообще. Ну, численно занятых в нашей экономике увеличилось на 1500 человек. Вот это цифры, когда иногда их не надо комментировать, как бы они сами о себе говорят. Ну, будут еще вопросы, наверное. Вот у меня вопрос, это даже не вопрос. Вы знаете, если мы говорим о том, что собственный доход это свыше 3 миллиарда, вы сказали, да? В этом году исполнение 4,065, там 4 миллиарда. А я говорю о плане, который заложен. О плане, который, да, вы по факту говорите, да? Да, и если мы смотрим, что у нас госаппарат содержится на большее количество средств, чем мы можем заработать. И мы это уже комментировали неоднократно, мы привлекали депутатов. На круглых столах мы бывали. Кстати, по их запросу мы устраивали анализ также. Да, да, анализ давали. И без них тоже. Это же очень важные параметры, и поэтому анализ... Я зачитывала же ваше вот как раз заключение, где вы давали о том, что вот вы об этом говорили. И мы тогда прокомментировали, что вот это означает, что исполнительная власть как бы, сказать, банкрот. Банкрот, да. То есть он, весь свой аппарат, вся государственная машина работает, и это не хватает. Не хватает, чтобы себя прокормить. Да, если бы не было российской финансовой помощи. Но есть еще, знаете, какие разрывы, главные проблемы, почему с этого мы начали, потому что эфиры ограничены. Это дисбалансы вот в этих структурах, в этих... Как они бросаются в глаза, вот доступно, если мы скажем, да, вот сравнение проведем, некоторых ведомств. И не потому, что эти ведомства нам не нужны, или там что-то раздут, и мы такие вещи вообще не озвучиваем туда внутрь, и не входим в анализ. Просто резервный фонд президента в этом году 400 миллионов. Министерство оборудования, то есть целое ведомство, да, огромное, 412 миллионов, они равны. А вот социальные пособия в этом году заложены в два раза меньше, чем резервный фонд президента. 210 миллионов. Можно я прошу прощения? Можно я вот какие-то такие закончим, а там... Да, вот у меня. Вот смотрите, Министерство финансов, которое формирует наш бюджет, как структура. В день, в день, на ее содержание нам обходится один день в среднем 245 тысяч рублей. 70 миллионов где-то. Ну, до 80 миллионов. Парламента 166 тысяч в день. В день. А молодежной политики, вот вы молодые здесь сидите, 16 тысяч. Другое, например, пример. Госкомитет по приватизации. В день он нам обходится 55 тысяч, а реабилитация инвалида в Отечественной войне народу Абхазии 9 тысяч. Пойдем дальше. Таможня. 512 тысяч в день в среднем. Реализация проекта в области языковой политики, абхазский язык, нужно же время, надо помочь. 14 тысяч в день. Ну и самые высокие показатели. Да, конечно, мы строим правовое государство, органы внутренних дел однозначно нужно укреплять. И, ну, в цифрах, как это выглядит, значит, МВД каждые 4 дня обходится 10,5 миллиардов. Миллионов. 10,5 миллионов, да. А проведение мероприятий в области культуры тоже 10,5 миллионов, но в год. В год, да. То есть, вот эти цифры... Каждые 4 дня и каждый год мы сравнили. Наречиво, что у нас серьезные перекосы в структуре расходовать. Вот что мы хотим сказать. То есть, у нас, если взять крупно, да, то получается, исполнительная власть нам обходится больше, чем страна может заработать. Более того, на их содержание уходит больше, чем на экономику и на всю социальную сферу вместо взятых. Вместо взятых, конечно. Вот такое вот соотношение. Ну, на самом деле, я согласен с этой мыслью, что мы не смотрим в коллективы, да, в высшую. Нет, туда нам... Но сам факт, он красноречивый. Вот мой вопрос по поводу президентского фонда. Как и куда направляются эти средства? Как происходит это распределение? Ну, согласно закону, он должен распределяться на какие-то непредвиденные расходы, да, чрезвычайные ситуации. Но потом, видимо, в рамках каких-то вот соглашений, вернее, устной договоренности, вот в частности, на ПМК, межправкомиссии, МПК наоборот, простите, прощая. То пересматривается и можно направлять, ну, в части, вот он в этом, по итогу за 21 год он направился в основном там на ковид, на оказание каких-то чрезвычайных там вот потоплений, да, наводнения, потопления, да. И очень много уходит денег на детей наших, которые учатся за рубежом, сейчас оплату обучения. То есть, а нельзя эти средства, чтобы были у ведомств, чтобы они сами распределились? Нет, нет, это регламентировано межправкомиссией и там есть именно, именно конкретно написано, куда тратиться фонд президента. У меня следующий вопрос, если позволите. Исходя как раз из того разграничения, которое вы озвучили, ну, то есть, куда уходят средства, вопрос к экс-депутату. Да. Ну, я понимаю, когда исполнительная власть такой бюджет предлагает, да, но народные избранники, вот у меня вот предыдущий эфир был с Леонидом Чамагуа, да, у нас всенародное голосование в парламент, ну, в том смысле, что весь народ голосует просто по округам. Ну, вот народные избранники, как происходит борьба, или происходило при, вот, когда вы были депутатами, как происходит борьба, чтобы на культуру, на абхазский язык, на спорт, на молодежь уходило, ну, больше средств бюджета, чем, извините, на обслуживание интересов исполнительной власти? Вот, я думаю, что в этой части, могу немножко похвастаться, вот мы как раз таки, вот лично я, для того, чтобы спланировать, вот бюджет приходит, проект бюджета приходит в парламент, для того, чтобы понять, какие суммы куда уходят, мы запрашиваем дополнительную информацию. Данная дополнительная информация, вот, и все, вот, поверьте мне, перед началом, перед принятием, перед началом осуждения проекта бюджета, как правило, вот все вот органы и в части по языковой политике, по, вот там, по молодежной политике. Вот все приходят и просят увеличить сметы. Но, как вы замечали, почему у нас вот так и происходит, достаточно очень эмоционально и громко происходило, это не всегда очень легкий процесс. То есть обоснование того, что... То есть у вас большинства не набирается, да, что... Никогда, да, как правило, не набирается, абсолютно не набирается, хотя я вот в вопросах языковой политики, мы ходили к президенту и показывали программу и говорили то, что вот... Это вообще тенденция, вот мы тоже не можем это объяснить, вот логики не подается, не только 6-й, 5-й, 4-й... Да вот никак, непробиваемая стена. И если 35 депутатов, то там более 20-22 даже было, по-моему, они избираются сельскими жителями. То есть как-то они же должны в первую очередь продвигать интересы сельского хозяйства. То есть, ну, например, на развитие, когда села из года в год не было такого года, чтобы ни один созыв, более 1% расходов они не направляют на развитие такой важной отрасли. Всегда самый максимум 100 миллионов. Вот этот год тоже... Два года подряд? 100 миллионов. Нет, были годы, и 100 миллионов, и 74 миллиона, но 20-й год вообще был самым страшным для села. И ковид пришел, а им выделили вообще 15 миллионов. Это был самый такой... И мы тогда даже такое нехорошее слово применили, извините, умертвляющее финансирование мы устроили этой отрасли. И это при том, что депутаты вроде там должны быть... Вот вас избрали Афонси, вы город, но есть большинство депутатов, которых выбрало село. И село сегодня находится... Можно я хочу... Вот здесь это не в плане оправдания или в плане какой-то дискуссии. Я хочу сказать по министерству сельского хозяйства. Я была, вот я скажу честно, была в некотором смысле против принятия 100 миллионов. Почему? Потому что на момент, когда пришел проект бюджета в парламент, было просто написано, сельское хозяйство 100 миллионов. Но не расписано и проектов нет. Конечно. Это мы сейчас с вами видим. Видим. Например, программа поддержки МСП... Вот малого среднего предпринимательства. Вы бы не опередили. Это же мизер, да. И то посмотрите, только недавно, вот сейчас это буквально, восьмой месяц идет, программа, то есть программа должна была быть, вот как вы говорите, расписана, утвержденной, вместе с проектом бюджета должна приходить в парламент. И вместо этого вот с опаздывая, уже что 4 месяца остается, и сложно нам будет понять, какие эффекты в этом году. Вот дай бог, чтобы эти эффекты мы получили в 23-м году. Вот я сейчас вам продолжу эту тему. Все дело в том, что пока мы провели заседание комитета, пришел министр, пока мы не настояли. Даже программа, которая к нам пришла, она носила просто формальный характер, она была написана, но не принята, понимаете? Вот в чем суть. И, конечно, естественно, у депутатов вызывает некое сомнение. Вы понимаете? То есть если данный документ не утвержден, то есть как вот сейчас министр, своя рука, как владыка, куда хочет, туда и потратить. Но нельзя этого делать. Мы же с вами говорим о программно-целевом методе. Вот эти программы, они должны быть на этапе прогнозирования, планирования. И все вот это развитие должно быть у нас на момент перехода в ноябре месяце. Вот приходит бюджет парламента, и все эти программы должны стопочкой лежать. По малому и среднему предпринимательству. Я выступала категорически, чтобы их убрали из малого и среднего предпринимательства, потому что это некий люфт свободных денежных средств, которые используют исполнительная власть в своей работе. И никогда не используют на развитие малого и среднего предпринимательства. Даже те же 50 миллионов. Но сейчас расписана очень четко программа. Расписали. Вот видите, мы, как даже аналитики, все равно не имеем возможности пока ни оценить, ни спрогнозировать. Пока будем надеяться, что эффекты появятся в 2023 году, потому что этот год, в принципе, закончился. И еще, можно я скажу, вот эти программные целевые проекты, как вы правильно отметили, которые должны идти вместе с бюджетом. Вопрос еще стоит еще глубже. Нет нормативной базы, как отобрать критерии и эффективности бюджетных инвестиций. Конечно. Вот вторая главная проблема нашего бюджета, где мы вот как раз и подвергаемся. Смотрим, это вот этот реальный сектор экономики, который мы называем самый важный, ответственный. Сельское хозяйство на этом году 100 миллионов, Черномор-Энерго 100 миллионов, 50 миллионов МСП. Получается вот буквально 250 миллионов, это примерно 7%. Вот что направляется, скажем, итог на этот год. Ну, на развитие. 7% на развитие, если в кавычках возьмем. Но опять, вот когда мы анализируем в динамике, вот 100 миллионов мало мы говорим, 15 в год мало. Но за 10 лет выходит почти миллиард. А до чего дошла отрасль? То есть 200 человек всего работает. То есть вот эти эффективность бюджетных инвестиций, то есть это еще не гарантия, что принесли проект, и это будет эффективно работать. Вот, совершено. Вот, что подвергается сомнению. Допустим, энергетика по финансовой помощи, по этой программе поступила, вот за эти 10 лет, скажем, 3 миллиарда рублей. И президент в послании объявил, что 80% этой отрасли износа изношено. Представляете? Вот опять, точно так же ЖД кредит. ЖД кредит. 2 миллиарда. Аналогично. Точно так же 80% износа сказали. Совершенно верно. То есть вот этот вот критерий оценить вообще принцип эффективности, он заложен в статье в законе. Да. Есть 16-я статья «Принцип эффективности». Но как сравнивать, с чем сравнивать? То есть здесь нужно серьезную нормативную, отсутствует нормативная база. Вот. Почему я вначале об этом и сказала. Вот и потом меру ответственности еще надо предусмотреть. Жесткую меру ответственности. Любой, у нас же есть понятие нецелевого и неэффективного использования. Это написано. Но мер ответственности, как он понесет ответственность за то, что он принял такой неэффективный план, у нас нет. А вот надо было бы это предусмотреть. Вот вы совершенно правы. Вот почему мы по Черномор Энерго уже второй год подряд принимаем решение, что 100 миллионов. Вы совершенно правы. Если мы начнем, если бы мы на протяжении 30 лет своей вот такой, ну хотя бы не 30, а 20 лет по миллиарду бы, по 100 миллионов давали бы, это уже было бы колоссальной суммой. 2 миллиарда мы что бы не смогли сделать? Потом. Вот сейчас речь шла о том, что скоро мы перешли к энергетике. Я хочу просто одну вещь сказать. Вот сейчас идет поднятие цены 70 копеек. Объясните мне. Я как-то где-то сказала, что в Гудаутском районе всего собрано с физических лиц 9%. 9% населения заплатили за электроэнергию. Я хочу спросить, а как дальше развивать энергетику? И естественно, Александр Анклаб говорит о том, что у нас нет энергетики. Но если бы они... Есть провода. Да, у нас нет энергетики, есть провода. У нас нет... Ну как можно говорить о таких вещах? Тогда пусть непосредственно займутся свои прямыми обязанностями. Но мы эту аналогию можем продолжить. Да, да. Есть правительство, но нет экономики. И я хочу сказать, тогда пусть администрируют лучше. Так давайте... Я, например, заявила... Вот я честно говорю, я всегда платил, у меня нет задолженности. Но вот я буду по сегодняшний день рассчитывать сама и платить по 45. Это вопрос принципа. Почему я должна платить, а половина населения не должно платить? И при этом потом энергетика у нас умирает. Очигвара умирает. Хотя мы предусматривали на очигвару. Мы предусматривали на счетчики. Мы предусматривали, если бы из года в год мы хотя бы как-то эффективно использовали бы... Эффективность. Вот вопрос вот здесь эффективности. Какова отдача? И на начальном этапе это надо. Да, конечно. Ну и мы уже слышали, все мы знаем, что, конечно, большинство не голосует. Но мы предлагали. И понимание, в принципе, есть. Экономисты, и слава богу, Наталья Викторовна это понимает. Мы писали неоднократно. Вот, допустим, 15% с экономией. То есть снизим расходы на исполнителя. 15%. Мы же не говорим, а там, может, и надо и 60, и 70, но... 15%. 15%. Я хотел только раз в вопрос. Что это нам дает? Это дает экономия 645. Сегодня на социальные выплаты, одиноким матерям, многодетным, вот этой всей категории отправляем 210. То есть мы могли бы туда в три раза еще 600 с чем-то туда добавить. Ну, опять, понимание есть, но на уровне голосования почему-то эти поправки не вносят, не корректируется бюджет. Почему, как раз вот я хотел задать вопрос по поводу перенасыщенности кадров, избытка, да, вот исполнительной власти, и очень много раз говорилось об этом уже, даже на моем веку не сколько раз я слышал эти обещания. А сейчас статистика с 16-го года, они перешли по другой форме, стали считать, очень неудобной, кстати, и совсем заблудились. Будущая система это, пенсионного фонда? Нет, я имею в виду численно занятых в экономике. Вот раньше мы знали, что в органах управления работает 6 тысяч человек, 10 лет назад, а потом органы управления объединились, нету расшифровки, и вдруг они сегодня 18 тысяч. Но это опять техническая, так скажем, ошибка, потому что по факту чиновников или в органах управления таких 18 тысяч нет. Мы неоднократно это писали, даже, по-моему, при личной встрече даже у президента мы успели это сказать, что, но это не знаю, что есть вот такая техническая ошибка, и надо это вытащить и разбить, потому что там в органах управления сейчас сидят, смотрите, учителя, медсестры, врачи, работники культуры, поэтому у нас точные цифры, когда говорят, что идет рост в органах управления, мы это точно сейчас назвать вам не можем. Но то, что их содержание вот так нарастает и обходится дорого, это однозначно. Когда мы говорим сократить 15%, мы не имели в виду, боже упаси, вообще сократить людей. Вот ведомство, вы возглавляете, скажем, ведомство. Я понимаю сейчас, о чем вы говорите. Такая директива, сократите на 15%, это же не обязательно людей убрать. Можно электроэнергию, наконец, начнут экономить наши государственные структуры днем и ночью, например, и компьютеры, и что-то только там не работает. Может, они сэкономят представительские расходы, может, бензин, может, машину. Ну, и в конце концов, даже и людей можно посмотреть. Почему? Честно говоря, вот если анализировать, то сократив и аппарат человеческий людей, то они могут пойти в частный сектор, возможно, они свою пользу там больше принесут государству. Ну, мы даже на этом этапе этот вопрос даже не ставим, понимая, как болезненно вообще, у нас и так очень мало, скажем, рабочих мест, хотя это не значит, это абсолютно исключает мысль, что мы не должны сокращать. Но для этого программа должна быть, и уже для реализации этой программы мы должны новую структуру управления посмотреть, более оптимальную. Конечно. Сейчас эта программа есть, и, наверное, будет неправильно, если мы в эфире об этом не будем говорить. Просто мы еще не ознакомены, Абхазия еще, в принципе, еще не знает. Я имею в виду подробно. Но программа утверждена, и там есть перечень, кстати, по энергетике, очень расписано пошагово алгоритм. Просто не проанализированы, мы еще, это проект программы мы видели, а саму в окончательном виде готовая программа еще нет. Поэтому остается надежда, что программный метод сейчас заработает, и новый созыв, вот они внесут такое историческое открытие будет, если они по программно-целевому методу сформируют и примут этот бюджет. По энергетике в частности. Надежда, но раз программа есть, уже намного легче. Первым пунктом в данной программе, в частности по энергетике, это установление экономически обоснованного тарифа. Категорически против я. Вы понимаете, первый пункт программы по энергетике, это установление экономически обоснованного тарифа. Наши выводы совпадают, мы же тоже проводили семена по этому вопросу. Вы же понимаете, а что такое экономически обоснованный тариф? В залоге, то есть себестоимости суммы одного киловатт-часа входят, вы знаете, там куча всего, ремонта всего, но это в среднем цена за один киловатт-час будет где-то 3 рубля, там до 3 рублей, где-то вот... Не, не сейчас, это поэтапно. Поэтапно, поэтапно, там и дифференцированный подход, там, да, все понятно. И мы уже с вами в фазе повышения, мы же уже, да, люди платят или нет. Да, я еще не обращалась, надо уже начать, уже эти тарифы выросли. Но сам факт, я что хотела сказать, я подруга конкретно... Вы в целом о программе. Есть надежда, но когда программы не было, значит, индикативный план есть, и все, на основании этого принимали бюджет. Сейчас раз есть программа, значит, чисто теоретически можно смело утверждать, что бюджет тоже будет теперь... Нет, вот смотрите, это я еще первый пункт сказала. А второй пункт привлечение инвесторов. А у нас, видите, да, тема, да, это совершенно новая тема. А более того, у нас же принцип, вот у нас инвесторы, инвестиции, это сродни продажи, то есть у нас нет понятия как такового. А первое, что если мы, честно говоря, я еще раз просто, как бы, откачу к прошлому, если бы мы, и то, что вы сказали, если бы мы хотя бы по рублю в день тратили, образно я сейчас, это я не о сумме идет речь, а в целом, если бы мы хотя бы затрачивали хоть какие-то минимальные возможности средства, средства на энергетику, мы сегодня бы в таком плачевном состоянии не находились. И я категорически против того, что само вот такого определения, что мы сами ничего не можем. Если бы мы, откровенно говоря, вот этот программно-целевой метод, и у нас был бы немного осуществлен, но даже сегодня, конечно, я скажу Крамалу, опять повторюсь, Крамалу, мы находимся практически на дне, но у нас возможность оттолкнуться есть. Если мы, откровенно говоря, вот я так скажу немножко, как девизом, или такой вот фразой, давайте, да, лозунга, вот совершенно верно, лозунга, если мы объединимся и вместе будем понимать, что Абхазия это не только Наталья Смирь, и не только Льва ваша, и Льва ваша, это всех наша земля, и мы сможем просто сесть, вот мы же с вами вначале говорили о том, что у нас есть очень хорошие специалисты, умные, грамотные, которые все это напишут, распишут, просто нужна политическая воля. Воля в части ситуации и желание навести порядок, сделать что-то хорошее, то есть для детей, для будущих детей, а не для себя любимого сегодня и сейчас. И в части энергетики, программно-целевой метод, и там ряд пунктов, которые меня категорически не устраивают, и я, если буду участвовать в каком-то обсуждении, я на эту тему обязательно выскажусь. Да, это немножко другая тема, мы большую работу тоже ведем, и публиковали, и обращались, есть какое-то мнение. Зато мы не участвуем в генерации, при этом мы ни рубль не тратим на генерацию, и при этом мы получаем энергетику, и еще такой экономический... Еще грузом получается на население. Ну что, конечно. Ну я не против, понятное дело, что... Ну да, мы сейчас энергетики говорили, мы перешли на энергетику, бесплатная энергетика, это, наверное, была мечта коммунистов, я не знаю. Вообще не бывает ничего, бесплатно ничего не бывает. Бесплатно не бывает, да, они должны быть, конечно, обоснованы, здесь абсолютно мы даже не будем уходить вот в эту тему. Так как все-таки... Выходить. Да. В любом случае всегда доходы, вот это то, что всего увеличились на 3 миллиарда за 10 лет, конечно, это очень удручающий, такой плачевный показатель. Как увеличивать доходы? Это тоже важная тема, а это связано, бюджет же из двух разделов состоит, это же не только расход, в первую очередь это доходы. Так вот, доходы, если не предпринимать эти мероприятия, направленные на детенизацию, кстати, энергетика тоже у нас очень... Третий теневой оборот находится в энергетике. То есть выход, детенизация экономики и, конечно, борьба с коррупцией, они взаимосвязаны. Обязательно. По нашим данным, вот в 15-м году наша оценка экспертная, объем теневой экономики 50%, половина ВВП. В 6-летие? Да. Сейчас мы тоже, проделав очень большую работу, к сожалению, нашей статистики нет, приходится здесь другие методы использовать. И вот мы использовали вот эти поездки и посещение всех сел, регионов, в Абхазии, социологические опросы. И вот сейчас мы выходим на 63%. Увеличение роста. Да, к сожалению, теневая экономика. И опять вот здесь сегодня звучало, если таких размахов теневая, значит, легальная экономика сужается. И это уже угроза, угроза национальной безопасности. Вот эта теневая экономика... Вот это самое главное, что прозвучало, Хатуна Калькина, абсолютно вы правы. Ну, а дальше вы правы, вот здесь вот эти, знаете, 0,25, 13, 15, исправить, изменить, конечно, в структуре пересмотреть, это другая часть. Это другая, да. Но на первом этапе нужно, конечно, поставить. И не забывать, и всегда мы стараемся, во всяком случае, объективно к этому подходить, что кто нам формирует вот эти 3 миллиарда 700 миллионов, это вы заплатили, она заплатила, я заплатила, кто заплатил это? Да. Это бизнес. Малая, средняя предпринимательство. А сколько мы даем им для того, чтобы они развивались? Вот их поддержка, их от 50 миллионов, это что, полтора процента от этих, то, что они нам собирают. И то это на покрытие процента, на разницу. То есть поддержка бизнеса, если мы даже параллели будем с Российской Федерацией проводить, потому что у нас идет и гармонизация, и у нас много общего. Вопрос к этому тоже большой. Он президент Российской Федерации на форуме в Питере вторым принципом развития современной экономики России назвал поддержку бизнеса. Я спасибо вот за эту мысль, потому что я как раз ждал, что мы вам не даем вопросы даже задать, что мы к этому выйдем. Я для того, что, получается, наш бюджет обслуживает исполнительную власть, да? Да. Я постоянно к этому возвращаюсь не случайно, но формирует бизнес, да? То есть как бы, а бизнесу наш бюджет не помогает. То есть исполнительная власть не помогает тем, кто, собственно, дает им... И более того, мы вышли на любимую вам и нами тему НДС. НДС, да. А для этого не надо никакую программу поддержки, никакие дополнительные расходы. В 2021 год, как мы закончили, таможня отчиталась, значит, 29 с чем-то, скажем, чтобы было понятно, 30 миллиардов импорт. Импорт наступает так же, как наши проблемы. Так вот, 30 миллиардов, если мы даже 4% ставки НДС на все виды, условно, вот, как мы тогда предлагали, условно, да. Помните, предлагали, вот, это мы обсуждали. Мы уже набираем миллиард 200, то есть у нас даже выпадать не будет. Не будет. То есть, когда сейчас говорят, что... А если мы НДС уберем, так никто не говорит о том, что уберем. Вы где-нибудь слышали, мы такое нигде, ни одно... Давайте уменьшим, но сделаем на все, без исключения. Ну, условно, да. Не будем в один, конечно. И вот мы, статья вот эта важная, миллиарды, извините, это очень из 3,7, но это треть почти. Это не будет выпадать. Вот что НДС, вот первая поддержка, если мы хотим поддержать бизнес, то все равно вернем, нужно возвращаться к этому вопросу. Хатун Акакина, вот вы, очень хорошо, что вы вспомнили, мы как раз таки, я была инициатором на правах законодательной инициативы, да. И мы тогда же и обсуждали. Мы говорили 5, 5 много. Помните, мы от 3 до 5 предлагали уменьшить НДС. Да, дифференцированно, все. Прямо процентные ставки, мы это сколько круглых столов провели, а воза ныне там. То есть, это ничего не прошло, и мы ничего не сделали. Но, вот вы говорите, возной НДС, возной НДС сегодня, откровенно говоря, приносит 40% нашего дохода. Представляете, собственных доходов, это 40% от собственных доходов. То есть, кто его уберет? И все вот это декларативные заявления о том, что вот он губит. Да никто не откажется от таких сумм. Но, совершенно вы правильны, вот именно с учетом того, правильно подойти. Да, если сегодня, как сложилось, что платят одни и те же, понимаете. Идет давление на определенный бизнес, на те, которые не смогли, мы так говорим, в своих кругах, извините, добежать до парламента. Пролоббировать. Совершенно верно. Акцию провести там. Вы же нам приносили. Помните, перечень. Нам стало страшно. Перечень. Вы знаете, типа бумаг, просим освободить его там. Вот эти вот. То есть, а если мы снизим вот эту нагрузку. И всех обяжем. Даже можно категорию выбрать. Там есть, да. Там есть четко прописано, что нельзя обладать. Даже их ассессия ставим. Получается, мы бы равномерно чуть-чуть распределили бы эту нагрузку и на другой бизнес. Самый главный принцип справедливости был бы исполнен. Вот принцип справедливости. Помните, я же вам вот этот перечень передавала. Вы не представляете, а огромнейший объем товаров и услуг, которые не попадают под НДС. И они выводят. И почему? А на каком основании? Только потому, что у вас есть со мной какие-то взаимоотношения, я могу их пролоббировать. И не потому, что мы парламент в данном случае критикуем, что кто лоббирует. Нет. Мы же закладываем коррупционную составляющую для наших уважаемых таможенников. Хотя мы никак это напрямую с ними, с этим, конечно, мы не связываем. Но смотрим, где у нас снижаются объемы поступлений. Более четко, когда смотрим, то есть даем такой инструмент лавирования. Совершенно верно. Это опасно. Мы об этом говорили. Ну и здесь нельзя не прийти к выводу, что мы никого лично не объявляем, понятное дело. Не обвиняем и не объявляем. Но исходя из ваших слов о том, что у нас теневая экономика за 60%. У нас бюджет обслуживает интерес исполнительной власти. У нас определенные круги имеют доступ к отмене каких-то статей, которые им не мешают. Все это наводит на понятную мысль, что получается у нас в исполнительной власти и во взаимоотношениях мы никого не... То есть в целом, да, вот за эти годы? Ну, знаете, как справедливость, вот в чем справедливость? Мы, этот принцип для нас очень важный. Это единственный документ, я вообще хочу поблагодарить вас, в частности, ваш ресурс. Меня это очень удивило, потому что журналистов очень много вопросов интересуют. И мы все время удивляемся. После каждого звонка у нас какая-то шоковая ситуация. Я говорю, откуда они сейчас взяли этот паражильный импорт? Допустим, то есть, нет, это по-хорошему просто. А вот здесь вот, что сложилось в нашем обществе? Почему этот документ уникален? Все его критикуем, я имею в виду независимые, например, научный центр. Мы можем анализ на основе анализа. Но вы где-нибудь видели, чтобы в акциях оппозиция, власть, когда они меняются, или когда-нибудь, вот вы можете припомнить, чтобы мы устроили, где-то прозвучало в митингах, или где-то, что бюджет это преступный, бюджет это антигосудар. Бюджет устраивает всех. Что мы заметили? Это правда. Спасибо, вы лучше это сказали, чем я пытался. Этот бюджет, как священное животное в некоторых странах, вот так относятся и берегут, и оппозиция, и власть. Потому что знают, когда они очередно будут принять, так получается, у них главный, скажем, главный финансовый документ, это бюджет. И никто там не хочет вносить структурные изменения. Главная доходная статья. Это не совсем, конечно, на всех вот так нельзя тень распространять, но мы можем такое предположение допустить? Конечно. Почему никто не критикует? Даже пресса, когда вспоминает, почему я хочу вас поблагодарить, что вы эту тему сейчас, как бы, пресса, когда, телевидение, когда вспоминают? Когда бюджет приходит, когда Наталья Викторовна там шумит, там что-то не приняли, приняли, исправили, 0,5, 20, вот это только обсуждается, а сам вот это структурно, на что похоже, и как это гибель, просто так, если продолжится, ну, не хотим на такой вот этой ноте заканчивать, но это же опасность. Вот когда враг стоит, мы же принимаем какие-то меры, а это внутри себя мы создали вражеские, извините, против, не скажем напрямую против, но не в поддержку народа. Ну нет, против, все-таки, наверное, против. Нет, там есть, знаете, социальная вся составляющая, пуст она мизерная, но знаете как, 16% доля, например, приходит на это. И, конечно, дотационность бюджета. И так уже, если бы мы эти суммы сами зарабатывали бы и 44 тратили бы на исполнительную власть, тоже, кстати, нигде в мировой практике вот такого нету, такого соотношения. Но тоже можно было так предположить, если бы это были бы целые 9 миллиардов с чем-то, если бы это зарабатывали мы. Мы, да. Как раз те 60, которые в теневой экономике. Не, но 60 это не целиком доходы, налоги, прибыли. Оттуда можно вытащить, вот по нашим данным, 2,5 где-то миллиарда. Я имею в виду конкретно в бюджете. Ну, это около 40. Если вы позволите, я вам предложение такое внесу. На эту тему можно говорить много и долго. Да, да, мы, наверное, эфир уже заняли. Но я хочу, вот если еще один будет рассказать, да, вот я хочу сказать, что как раз-таки можно поговорить о теневой экономике и мерах, и методах, и там принятых законах, нормативно-правовых актах, которые сегодня могут по логике вещей исправить это положение тоже, опять же, с точки зрения каких-то вот таких принципиальных решений. Если власть пойдет на это, то это можно исправить. Да, и все это, вы знаете, есть попытки. Попытки, вот опять, энергетика. И в целом, но попытка. Мы легализацию закрыли, наоборот, энергетика, это нелегальный майнинг, вот в основном там находится теневая экономика. Я имею в виду треть. Другая треть, это торговля. И вот в торговле сейчас в этом году должны, как вы говорили, кассовые аппараты в режиме онлайн. Да, вот очень надеемся, что торговля, наконец, начнет показывать вот эти свои обороты. А вот вторым этапом, вот законопроект, который я оставила, это тоже на правах законодательной инициативы, я его использовала, вот упрощенная система налогообложения. Вот я, как сказать, оставила этому созыву, там можно сесть и поработать. Это как и в НДС, не надо брать заоблачные проценты, надо взять небольшие, средние и дать возможность развиваться малому и среднему предпринимательству при небольших ставках, процентных ставках налогообложения. Но при этом четко обозначить, что вот мы вам даем небольшой процент, но при этом вы весь свой оборот показываете в режиме онлайн. То есть не уходите в какие-то ухитрения. Ну будем, вот попытки, да, и очень надеемся, что они заработают. И с майнингом наверняка будет решение приниматься. Да, да уже законопроект у меня тоже лежал. И с торговлей, вот если эти аппараты, наконец, заработают, будем надеяться, что... Ну и криминальная, третья часть вот этого нашего теневала, это криминальная или полукриминальная, разные существуют трактовки, вообще опасная, к сожалению. Вот раз мы заговорили, криминальная вспомнилась, недавно мы приводили цифры, как преступления, связанные с наркотиками, за 10 лет увеличились в 5 раз. Это страшная картина. Это вообще бич, конечно. Для молодежи, для... Ну мы там исследовали демографические проблемы, и там, конечно... И эта проблема высветилась. Это проблема, да. Поэтому мы хотим, чтобы наши зрители не понимали, что вот если МВД много обходится, это плохо. Главное, чтобы МВД эффективно... Эффективность, условно, чтобы мы с вами были защищены... КПД был высоким. Да, в каждой структуре. Должен быть КПД, да. А у каждой структуры. Спасибо за эту беседу, мне было очень интересно, я уверен, что нашим зрителям будет еще более интересно. Мы обязательно продолжим это направление. И знаете, я пришел вот к такому выводу. Очень важно знать, что за проблема, где болит, да, чтобы вылечить. Как диагностику, да. И по-моему, все-таки у нас есть потенциал для понимания, что у нас болит и как это лечить. Есть этот интеллектуальный потенциал. А вам спасибо, что вы поднимаете такие вот острые вопросы. И второе, что я хотел сказать, что когда мы знаем, что у нас болит, когда мы понимаем, как это лечить, нам нужно проявить волю. И я надеюсь, что мы проявим... Но знаете, иногда и больной тоже должен пытаться слушаться и выполнять, скажем. Да, это очень взаимосвязано, все взаимосвязано. Винить только одну сторону, знаете, условно. А мы же такое сегодня себе не позволяли. А мы, кстати, да. Мы никого не... Это я себе немного позволила. Мы когда говорим, кстати, смысл на власть, я не имею в виду только эту, чтобы для понимания. Нет, совершенно то. Мы же даже в разрезе 10 лет, когда вы говорите. Мы же 10 лет берем, да. Даже так. И завершаю я эфиры обычно такими словами. Подписывайтесь на Абс-Нахабар, но не подписывайте соглашения, которые как-то ущемляют нашу Абхазию. Я согласна. Спасибо. Спасибо. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...